Сегодня у нас с вами очень важный выпуск, с которого начинаются большие перемены на нашем канале. Мы готовились к этому несколько лет, и вот этот момент настал. Пришло время все рассказать. Сегодняшний выпуск пропитан и грустью и радостью, а чего больше решать вам. Приятного просмотра! Прежде всего я хотел бы отметить одну важную деталь по поводу названия этого видео. К этому выпуску я готовил вас несколько лет, время от времени намекая, что это произойдет. Вы же помните эти фрагменты? Такая крепкая дружба, что даже жаль их разлучать. Ведь Мишке скоро придется уехать и покинуть своего друга. А еще открою вам один секрет. Соня с Мишкой совсем скоро уедут в новый дом, и в любом случае этой банде придется разделиться. И после этого я стал получать сотни сообщений и комментариев по этому поводу. Но самый популярный был «Не отдавай Мишку Соней». Некоторые даже писали «Не выбрасывай Мишку Соней». Мне даже пытались угрожать. Самые безобидные угрозы были дизлайками и отписками. Меня уже ненавидеть начали за то, что я якобы от них избавляюсь. Это все, конечно, весело, здорово, но есть один нюанс. Где же это я сказал, что я отдаю или выбрасываю своих животных? Переслушайте еще раз. Многие каким-то образом услышали слова, которых я не говорил, но так и не услышали два главных слова. Новый дом. Новый дом, ребята. У всех нас есть такая нехорошая привычка сразу думать о плохом. Что уж тут скрывать, я и сам такой же. И вот этот пример наглядно показал нам всем, почему от этого нужно избавляться. Никогда не ищите в словах других людей то, что они не говорили. И уж тем более не обвиняйте их в том, что вы сами себе придумали. Не нужно сразу накручивать себя на плохое. Учитесь думать о хорошем. Так будет легче жить. Любую информацию нужно тщательно взвешивать, обдумывать и по возможности проверять. Только потом делать выводы. И вот если бы вы внимательно послушали и вдумались в мои слова, вы бы услышали новый дом. А не слово отдаю, которого там не было. Хочу поблагодарить тех, кто описал, что Саня никогда не бросит своих животных. Якобы такого не может быть, и тут явно дело в чем-то другом. Мне очень приятно, что вы настолько доверяете мне. Ну и конечно же было много особо догадливых, кто сразу раскусил что к чему. Вы главные шерлоки нашего канала. Ну а теперь, поскольку мы во всем разобрались, пора приступить к самому главному. Это мой родной дом. Сюда меня принесли с роддома. Здесь я переживал свои самые радостные моменты и самые тяжелые времена. И животных нес сюда. И все проблемы и печали тоже сюда. Все тревоги, ночи без сна и каждая моя неудача навсегда останутся в этих стенах. Ну почему у меня ничего не получается? Ну почему я такой неудачник? И первую тысячу, и первую сотню тысяч, и первый второй третий миллион вас я встречал здесь. Но это родительский дом. И вот пришло время выпасть из этого теплого гнездышка и построить свое. Это будет новый шаг, новая ступенька и новая история нашей жизни. Сегодня вы увидите, как мы перевозили вещи, как перевезли Соню, а также покажу вам квартиру, в которой мы теперь будем жить. Могу сказать точно, этот выпуск однозначно станет одним из моих любимых и важных на нашем канале. Возможно, даже его будут смотреть мои дети и показывать своим... По... По следователям. Кем? По томкам. Кстати, хеллоу следующие. Надеюсь, Солмейты еще выкупают язык древних без скринжа лол. На дворе 2.0.2.2 чек. Наш мут на сегодня тупо флексить на чили под этот ламповый влог. Не шеймите меня типа за флут, а лучше субскрипните ченнел и поюзайте видос лачинскими. Если ютуб еще до вас не рипнулся лол. Гоу шиперить вместе наш древний вайп без рофла. Стартуем, камон. Этот переезд должен был произойти еще годы назад. По крайней мере, мы так думали. Но то одно, то другое. Вот так вот все затянулось на годы вперед. Коты даже не представляли, что их ждет в будущем. Я бывало гладил Миху и говорил ему. Мишка, вот ты бы видел, какой мы тебе аттракцион на балконе замутили. А сколько там птичек, Мишка? Тебя же от окна не оторвешь. А он ничего не понимал, только квакал что-то там в ответ и хлопал ресницами. Вскоре мы выбрали удобную дату и стали готовиться к переезду. Разгребали все вещи и набивали их в пакеты. Шкафы и тумбочки опустошались на глазах. Зато в квартире было не пройти. В ходе сборов даже находились какие-то штуковины из прошлых тысячелетий, которые мы когда-то купили и потом как-то закинули и забыли. Вот, например, ковер с подогревом, о котором я рассказывал в прошлом выпуске. Перевозить вещи нам помогал Катин брат. Мы с Саньком забивали машину своим барахлом и везли все в новую квартиру. Затем возвращались назад, грузили остальные вещи и вот так вот катались туда-сюда несколько дней. Для вас все это проскочит за пару десятков минут, а для нас тогда этот переезд длился неделями. В нашей уже прошлой комнате творился полный художественный беспорядок. Квартира напоминала главную городскую помойку. Это мне еще не все удалось заснять в такой суматохе. Да и перевозка барахла далеко не самая главная тема этого выпуска. Соня тем временем сидела закрытая в комнате, а коты шлындали у нас под ногами и помогали собираться. Мишке с Кузей было очень интересно наблюдать за нашими действиями. Происходит какая-то непонятная петрушка и котам это прикольно. К сожалению, пока мы готовились к переезду, в наших планах произошли некоторые изменения. Сначала мы перевезем только одну Соню, а Мишку заберем чуть позже. Так случилось, что Мишка и Соня пока не могут находиться вместе. Поэтому наш любимый Мишок вынужден еще какое-то время пожить у мамы. Но мы обязательно уладим все нюансы и как можно скорее заберем Мишку к себе. Как раз к тому времени Соня обживется в новом месте, там распространятся ее запахи. И когда мы перетянем туда Мишку, он уже комфортнее будет ощущать себя там в первый раз. Если вы переживаете, что больше не увидите Кузю, Дуню и босса, спешу вас успокоить. Мы все продумали, поэтому для вас вообще ничего не изменится. Просто добавится новая локация с новыми интересными историями. А так никто не исчезнет с канала и никуда не денется. Мы же по-любому будем приезжать к маме. И я буду помогать выгуливать босса. А также буду снимать всех животных и показывать их в выпусках, как это было всегда. Мы сами не хотели бы разлучать котов, особенно Мишку с Кузей. Но так сложились обстоятельства и ничего с этим не поделаешь. Оставить Мишку у мамы мы не сможем, потому что это наш кот и Катин любимчик. Забрать Кутю с собой тоже не получится, потому что это кот моей мамы. Как это я возьму и заберу с собой маминого кота? Кто повзрослеет, те сами все понимают. А вот более младшим придется объяснить. Главное помните, что разлука это вовсе не беда. Значит будем делать все возможное, чтобы они как можно чаще виделись. Будем привозить Кузю на недельку к нам и снимать их встречу с Мишкой. А еще иногда будем со своими котами приезжать к маме на несколько дней и тоже делать про это выпуски. Идей вообще очень много, все планы раскрывать я не буду, но постараюсь все снять и сделать как можно скорее. Главное, чтобы весь этот происходящий вокруг ураган не сбивал с ног. А то как-то тяжело улыбаться, шутить и давить радость на камеру, при этом когда мир вокруг тебя будто бы сошел с ума. А теперь поговорим про странное поведение Сони, которое продолжалось все эти дни. Честно признаться, она меня даже напугала своим поведением. Соню будто подменили. Каждый раз, когда она нас видела, она бежала прятаться то под диван, то за подушки и сидела там с большими напуганными глазами, пока мы не уйдем. Я зову ее ласково, как всегда звал, а она даже выглянуть боится. Со стороны это выглядело так, будто я сильно обидел свою кошку. Я даже стал вспоминать, не гладил ли я при ней чужих котов. Но, скорее всего, она просто чувствовала, что мы уезжаем и забираем ее с собой. Соня, как и все наши коты, очень боится переноску, потому что привыкли ездить в ней только к врачу. Если бы я только мог объяснить ей, что в этот раз мы собираемся совершенно в другую сторону. Все вещи практически перевезли, осталось забрать только Соню, но перед этим я хочу вам кое-что показать. На самом деле, Соня уже была в нашей новой квартире несколько раз. Мы ездили туда на выходные, когда там практически все было готово для переезда, и однажды решили взять ее с собой. Я даже снимал эти моменты на видео, в принципе, как и обычно. И сейчас вам все покажу. Возвращаемся на несколько месяцев назад. Иди ко мне, иди, ксюшки, идем, иди ко мне, иди ко мне, моя Буся, иди, иди ко мне. Это первые минуты Сони в новой квартире. Тогда многие работы еще были не завершены, было много мусора, коробки валялись, так что не обращайте внимания на разруху. Напомню, что это было месяца за два до подготовки к переезду. Идем, иди ко мне скорее, иди ко мне скорее, иди скорее, моя Буся. Не бойся, не бойся, не бойся сокровища моего, не бойся, моя маленькая, не бойся. Сашки на педали пыльные, выходи. Соня очень боялась. Там все для нее было незнакомое. Новое помещение, новые запахи, новые вещи. Я звал ее к себе привычным для нее ласковым голосом. Но она боялась выходить из переноски. Мы представляли все немного иначе, что она, конечно же, будет бояться, но поведет себя чуть более смелее. Ведь Соня не такая трусишка, как, например, Мишка. Я же с тобой, солнышко. Я же с тобой, мое сокровище. Пойдем, выходи. Соня пыталась выглянуть из переноски и рассматривала все вокруг, нет ли поблизости монстров и опасных зверей. Но затем опускалась так низко, буквально прижималась от страха к самому дну переноски, чтобы максимально спрятаться за ее бортики. Кошка слышала шаги, но не понимала, чьи они. Затем мы переместили Соню на диван и сделали ей тайник за подушками. Эти максимально раскрытые перепуганные глазенки разрывали мое сердце в клочья. Маленькое солнышко, которое ничего не понимает и ужасно боится, но сделать при этом ничего не может. Она прислушивалась к каждому шороху, наблюдала, как Катя разбирает наши вещи и нюхала местный воздух, пытаясь по запаху найти ответы на свои вопросы. После я взял плед и сел около нее. Соня пряталась ко мне под плед, но все равно периодически бросала взгляд на местность за пределами дивана. Кошка не то чтобы из зала боялась выйти, она даже с дивана боялась спрыгнуть. Нам даже потом пришлось поставить лоточек возле дивана и ночевать в этой комнате, но об этом чуть позже. В тот момент я, наверное, испытывал самую сильную любовь к своей кошке. Если есть шкала чувств котикам, то в тот момент она просто тряслась и дымилась от передозировки любви. Хотелось вон из кожи вылезти, но защитить ее от непонятно кого. От любого существующего и несуществующего в этой квартире врага. Катя пошла в магазин за продуктами, а я остался с Соней. Я старался не отходить от дивана и уделять ей как можно больше внимания, чтобы она хоть немного успокоилась и поняла, что здесь нет ничего страшного, и что в комнату не зайдет никакой ветеринар с большим толстым шприцем. Спустя несколько часов Соня впервые покушала в своем новом доме. Я поставил мисочку с кормом около себя, и Соня стала набивать свое пузо, пока я весело дрыгал ножкой на заднем фоне. Чтобы Сонечку не оставлять одну в этой незнакомой комнате, мы даже ужинать решили в зале. Катя сходила в магазин за продуктами, приготовила ужин и даже сама притащила столик с балкона, пока я все это время выполнял особо важную миссию. Сидел с кошкой на диване. Мы включили фильм и сели ужинать. Соня тем временем тоже клевала свой ужин рядом с нами. Хотя это скорее и завтрак, и обед, и ужин. И полдник, и ночевик, потому что малая ничего кроме этого корма не ест. А потом Соня взяла в зубы плед и стала его топтать. Я вообще хотел это показать в другом выпуске, но так уж и быть. Это непонятное нам занятие бывало и в старой квартире, и в новой. Соня даже один раз с дивана свалилась вместе с пледом в зубах. Так увлеклась этим занятием. Лично я никак не могу объяснить, почему она так делает, и что это вообще за обряд такой. Может кто-то из вас знает ответы на эти вопросы? Пишите в комментарии. Затем моя красавица улеглась на этот плед и попыталась немного поспать. С одной стороны сижу я, с другой Катя. Поэтому кошке стало спокойнее, и она позволила себе немного расслабиться. Еще через несколько часов Соня осмелилась спрыгнуть с дивана и даже рискнула выйти из зала. Катя позвала ее на кухню, и Соня побежала за ней. Зови, зови, зови. Но, правда, потом напуганная прибежала ко мне назад. Вот так потихоньку Соня стала изучать новые места в нашей квартире. Но все равно боялась оставаться одна и бегала по пятам. Она ходила вместе с нами даже в туалет. Мяукала и просила впустить ее. Но поскольку туалет это тоже незнакомое ей помещение, она сразу же просилась обратно. Как думаете, что было потом? Спустя пару секунд она снова встала на задние лапки и просилась назад. О, привет. А ты тут? А я тебя ищу. А ты тут? Пришло время ложиться спать. Сегодня мы ночуем в зале на диване. Мы решили, что так будет лучше, раз уж она более-менее привыкла к этой комнате. Перед сном Соня стала вести себя очень странно. Или она боялась, что я ее одну здесь оставлю, а сам поеду ночевать домой. Или так сильно хотела ласки. Хотя за этот вечер мы ее выгладили как никогда. И корма полная миска на столе. И вода свеженькая в мисочке. И лоточек за диваном. И даже игрушки на полу. Все равно она что-то от меня хотела. Первая ночь с Соней в новой квартире прошла не очень хорошо. Соня вообще не давала спать. Часто лезла мордашкой в лицо, топтала меня как плед и громко мурлыкала прямо в ухо. Из-за всего этого мы просыпались за ночь раз 500. Не буду есть. Я вставал водички попить и она за мной прямиком на кухню. Я в туалет и она за мной следом. Короче говоря, практически не спала и вела себя ну очень назойливо. Скорее всего это из-за стресса. Зато на следующий день Соня стала чувствовать себя более уверенно. С самого утра мы носились с игрушками и даже не боялись вымышленных монстров, которых боялись вчера. Соня была счастлива и похоже понимала, что одну ее здесь никто оставлять не собирается. А еще мы с Соней валялись на балконе и наблюдали за жуками, которые очень просились к нам в гости. Не зацените, какой терминатор сидел у нас на окне. Выходные пролетели как один день и мы уехали домой. Но следующие выходные мы решили опять провести в новой квартире и взяли Сонечку с собой. Вот только это уже была совсем другая история. Спустя 298 замороженных бургеров. В этот раз Соня уже чувствовала себя здесь хозяйкой. Она растягивала свои копыта во всех комнатах квартиры и спокойно спала абсолютно одна. Ну а чего ей бояться? Ведь места здесь уже знакомые. К тому же сохранились ее запахи с прошлых выходных. Каждый квадратный метр исследован и посторонних животных здесь не обнаружено. С какой стати? Значит можно жить и ничего не бояться. Тем более, когда рядом любимый хозяин. Что еще этому маленькому черному зверю для счастья нужно? Чтобы Сонечка не скучала по своим друзьям, мы включали ей наши видео. Соня видела в телевизоре босса, Мишку, Кузю и Дуню. И вот поди знай, о чем она там думала в тот момент. А вдруг она теперь думает, что телек это портал в ту квартиру? Если прыгнуть в телек, то можно вернуться обратно ко всем? Но ведь зашли мы сюда через дверь, а не через телевизор. А еще в этот раз мы заметили тоже немного странную привычку у Сони. Как только мы открываем окно на проветривании, она сунет нос в щель и сидит нюхает воздух. Несколько раз такое было и в той старой квартире, но мы как-то не придавали этому значения. Но здесь это происходит постоянно. Может потому, что мы находимся выше и здесь чище воздух. А еще мы с Сони нашли новое развлечение. В кармане старой куртки я обнаружил попрыгунчик, который видимо когда-то купил и забыл отдать котам. И Сони очень понравилось бегать за этим попрыгунчиком. Это первая игрушка, с которой Сони понравилось играть, не считая смятых бумажек и колечек от пластиковых бутылок. Ну и поскольку здесь пока нет кошачьих домиков, мы сделали ей домик из подручных средств. Взяли мягкую игрушку, накрыли ее пледом и получилась вот такая темница, в которой Сони очень понравилось спать. Ну или сверху на ней. Но это когда кто-то из нас находится рядом, никто не приходит и в целом обстановка спокойная. Эти выходные тоже подошли к концу и мы снова вернулись домой, вернее к маме. Закрыли Соню в комнате, уладили несколько последних деталей в квартире и стали перевозить вещи. Но вы уже это видели в начале выпуска. Когда все полностью было готово, оставалась последняя деталь. Перевезти Соню уже окончательно и официально переехать самим. Мы выбрали удобный для нас день и приехали за Соней. Ты уже не боишься меня? Соня, а что это было? Я как раз хотел заяснять, как ты боишься меня. А ты уже не боишься? Сонечка, ты вообще тебя не узнаешь. Вчера пряталась, а сегодня лучше все. Сечку рада видеть. Солнышко мое. Собирайся, Сечка. Собирайся, моя куколка. Собирайся, моя хорошая. Сечка. Сочня. Привет! Мишка! Вот когда вдвоем заходим, она боится. Иди сюда. Иди сюда. Кого ты боишься? Да не повезем мы тебя к врачу. Не знает куда залезть. Диван сложен, поэтому ее место... Не будем ее мучить, короче. Давай собирать вещи, да поехали. Разговаривает. Привет! 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 Как дела? Рассказывай, братан. Лежаночка твоя тут на солнышке нагретая. Поправился, пацан? Конечно, опять. Может, дадим его, я закройкаем. Удивем. О dereцах. Видя société? Ну что ты кричишь? Тебя кормили Ой, 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 ой Кузя, блин Кузя, блин Мишенька Это что? Сидел-сидел Сидел-сидел Все, хавайте, ребята Сидел-сидел Тебя тоже любит посербать Мишка, вот обниматься лезешь, когда человек ест Сейчас они немножко перекусят Они не голодных, мама кормила Мы же приехали Сейчас назад мама уехала Сейчас они поели, сейчас Катя им даст по витаминам Витамины, пацаны Дуня не ест, Соня тоже не ест Так ты в тарелку положил Кузенька, давай Лопай Кузя проглотил Кузя глотает, даже не замечает А этот еще жевать будет неделю Все Немножко перекусили Нормально Мне кажется, Кузя не наелся Ну ничего Через час, какой мама придет, еще раз их покурим Мишка, потачи когти обновую когтеточку Спасибо Кузя любит свою тут пить Это чисто Кузина мисочка Он с нее попивает периодически Кузя, блин Лошадиная голова Больше, чем машинка стиральная Камера не передаст, конечно, его размеров Но посмотрите на широкую, большую Блин На широкую, большую машинку стиральную И на него Это Кузя А это спичечный коробок Если он ляжет, он может практически всю машинку закрыть С собой Если вот это вот распластается по всей машинке Да все, пей, иди, я пошутил Иди, ну пожевал, пожевал, пожевал Молодец Пожмякал твой животик Ну и что Можешь мой пожмякать Все, пей Стесняется, пацан Здорово, братан Здорово, братан Че не подходишь? Он выгуленный, накормленный Вздохнул Все, у него сейчас тихий час Тихий 6 часов Дуня тоже след простыл Где Дуня? Кузя, где Дуня? Она реально испарилась Где Дуня? Сюнька, где Дуня? Кузя, пошли Пошли посмотрим Дуня у нас всегда мерзнет Поэтому она часто спит здесь Здесь печка Дуня лежит, когда своего сябра И греется, когда печки Да, Дуня? На холодос? На холодос, братан? Это не детский ботиночек Это Катин носочек На камере он выглядит действительно больше Сонин корм Это мешочек Каштовл наших Который остается тут А этот мы забираем с собой Это Сонин Че смотришь? Мисочка С которой она все время кушает Это сейчас Катя выльет И тоже забираем с собой Солнышко мое Мы с тобой едем домой К себе домой, солнышко мое Ты едешь не к врачу Ты едешь туда, где ты уже была Прощайся, поехали Поехали домой Этот исторический момент Посмотри последний раз На свою комнатку Возможно, ты еще будешь сюда приезжать Скажи пока, Сонечка Скажи пока, Соня Босс Попрощайся, Соня Ты сказал? Молодец Дунечка, еще хочешь что-то добавить? Она тебя маленькой помнит Новорожденный Твоя лучшая подруга Соня Босян! 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 Кузенька! А Кузя жрет втихаля! Попрощайся! Кузя боится, как будто тоже. Попрощайся, Соня! Скажи пока, Соня! Пока, моя хорошая! Вы еще увидитесь! И не раз! Еще очень много раз увидитесь! И в следующий разمة! Здравствуйте! Улипалась афг horizontal! Здравствуйте! ну все выходи ты уже здесь была уже сама ворвала ну все солнышко теперь ты дома ты уже знаешь это место для тебя тут все не ново вот соня будет сейчас отдыхать в своем домике пока пойдем заниматься своими делами там раскладывать вещи сходим в магазин пусть она выспится том как выспится вылезет будем продолжать играть ну и жить все будем теперь здесь жить в следующем выпуске расскажу как мы тут обживаемся вместе сони в новых местах этот выпуск уже получился длинным и поэтому пришлось оставить продолжение на следующий раз если вы навалите под этим выпуском 50 тысяч лайков это смотивирует меня забить на все вокруг и сделать продолжение в максимально ближайшее время не жалейте лайков это правда очень мотивирует увидимся в следующем выпуске